Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Не просто выгодно, альфа выгодно. Самый худший сокет из современных LJ1200. На нем было всего два поколения Intel, и то не самые удачные. Пятая реинкарнация Skylake и горячие ракеты Core 11. Этот сокет создавался Intel на пересидеть. Позже, когда вышел LJ1700, про него все забыли. Но нет ничего лучше для падения цен, чем забвение. Шестиядерный Core i5-10600KF можно сейчас найти всего за 8000 рублей. И, конечно же, к нему можно купить дешевую китайскую материнку. Сегодня выясним, конкурент ли такое комбо для AM4 и имеет ли право на жизнь самый неудачный сокет Intel в 2024 году. Естественно, вот эту плату вместе с процессором и кучей других подарков мы разыграем в нашем Telegram-канале. Об этом я еще в конце напомню. На связи МК разбираемся в неожиданно интересном сокете LJ1200. Поехали! Базовый уровень на LJ1200 и на 1700 общий. Это четырехъядерный Core i3. Но брать их в 2024 году уже неинтересно. Level Up 6 ядер в Core i5. Народным среднячком на LJ1200 всегда был i5-10400F. 12 потоков Skylake на частоте в 4 ГГц ставили его почти на уровень легендарного i7-8700K за куда меньшую цену. Сейчас его можно найти за 8000 рублей. Но что самое интересное, более быстрый i5-10600KF стоит лишь на пару сотен дороже. Да, для разгона Intel нужна оплата на Z-чипсете. Но даже из коробки этот камушек бустится на 500 МГц выше младшего собрата. И к тому же на старших чипсетах 500 серии позволяет работать с DDR4 на 3200. Прибавим сюда припой под крышкой и вот он идеальный выбор для LJ1200. С платами тоже проблем нет. Вот такой брендовый Maxan на чипсете B560 обойдется в 7500 рублей. Это официальный партнер Intel, поэтому нормальный BIOS и вроде бы как уровень брендовых досок. Брать более дешевые платы на 400 линейке не стоит. Копеечная экономия выльется в невозможность разгона ОЗУ, а куковать на 2666 МГц будет совсем грустно. Гнать память 560 умеет или на Core 11-го поколения, или на Core 10-го поколения с индексом K. Как раз наш случай. ОЗУ заработала в XMP на 3200, выдав 45 гигабайт в секунду на чтение и запись, при задержках всего 50 нс. Назло всем Ryzen. Заодно сразу же поднимаем теплопакет до 150 Вт. Попытка Intel в пятый раз использовать Skylake с нехилым заводским разгоном больно бьет по энергопотреблению. Посмотрим, сможет ли китайская плата с 7 фазами на CPU выдержать горячий 6-ядерник. А заодно проверим, на каком уровне находится 10600K в иерархии дешевых Ryzen на M4. Начнем с CPU-Z. Процессор здесь отображается без всяких нюансов. Степпинг Q0 G1 доказывает, что перед нами огрызок от 10-ядерного кристалла, а значит припой в наличии. Бенчмарку CPU-Z совершенно не важны ни кэш, ни память. Здесь 6-ядерный Skylake выбивает порядка 500 баллов в однопотоке и 4000 в многопотоке. Это больше, чем у 6-ядерных Ryzen 3 600 и 4500 на Zen 2. Но до уровня младшего 5500 на Zen 3 он не дотягивает. А вот 7-Zip Core i5 в аутсайдерах. Сказывается всего 12 мегабайт кэша третьего уровня и ОЗУ на 3200, тогда как ряженки работают на 3600. В итоге даже Ryzen 4 500, у которого 8 мегабайт кэша, оказывается на 5% быстрее 10600K. Ну а 3600 с 32 уходит в отрыв на 15%. Бенчмарку Cruncher для расчёта числа P важна не только быстрая оперативка, но и низкая задержка доступа к ней. Поэтому здесь 10600K показывает себя неплохо. На уровне 6-ядерников на Zen 2. До более свежих Ryzen 5 500 и 5600 далеко, всё-таки архитектура Zen 3 даёт отличный буст производительности во всех задачах. Рендеринг тестового ролика в Premiere вывел i5-10600K на один уровень с монолитным Ryzen 5 500. На 5-минутное видео с тяжёлым эффектом в 4К ушло у обоих порядка 15 с половиной минут. Все модели на Zen 2 ощутимо позади, но всё-таки чиплетный Ryzen 5 600 немножко быстрее. Тесту SignBench R23 важна только архитектура, поэтому ситуация здесь как в CPU-Z. Core i5-10600K находится около Ryzen 5 3600 и 4500, а более свежие 6-ядерники на Zen 3 в безоговорочных лидерах. Но вот по энергопотреблению Skylake впереди планеты всей. В кои-то веки Intel не соврала про TDP, и в 30-минутном тесте Sign'а процессор бустится до максимальных 4,5 ГГц и потребляет аккурат 125 Вт. Аппетит и ряженок куда скромнее, большинству из них хватает 60-70. Единственный плюс i5 здесь в большом кристалле и лучшем припое, поэтому даже под недорогой 4-трубочной башней его нагрев не превышает 80 градусов. А вот платье пришлось тяжело. На официальном сайте производитель указывает максимальный допустимый теплопакет в 95 Вт. Но 7-фаз с трудом, конечно, смогли справиться со 125. Текстолит сзади в РМ прогрелся до 100 градусов, то есть сами MOSFET-ы жарились еще на десяток градусов выше. На долгосрок это уже опасно, но никакого теплового троттлинга не было, и даже в жестком тесте SignBench процессор частоты не сбрасывал. Само собой напрашивается андервольтинг, но большинство плат на B560 не поддерживают управление напряжением процессора. Maxan не исключение. В BIOS крутятся только напряжения на контроллеры, официальная утилита Intel XTU позволяет рулить только теплопакетом, и установка ее старой версии тоже ничего не поменяла. Последняя надежда в лице Throttle 100 не позволила разблокировать Core Voltage. Плата по умолчанию отдает процессору 95 Вт. Этого хватает даже в тяжелом Cinebench удерживать частоту 10600K на уровне 4.1 ГГц при нагреве в зоне питания в 90 градусов. Maxan считает такой нагрев в авторежиме допустимым. Не будем спорить, тем более, что в бенчмарке потеря производительности всего около 10%. Последняя синтетика – 3DMark. Многие игровые бенчмарки любят процессоры Intel, и Timespy тут не исключение. 10600K набрал 7900 баллов, а это уровень Ryzen 5500 и 5600 на Zen 3. Шестиядерники на Zen 2 на 10% медленней. Проверим, насколько 3DMark прав в оценке игрового потенциала шестиядерного Skylake. Чтобы протестировать процессор без упора в GPU, все игры запускаются на RTX 3080 Ti с максимальными настройками графики и апскейлерами на производительность. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Не просто выгодно, альфа выгодно. Начнем по классике с тяжелого для процессора Киберпанка. После обновления до второй версии игра подружилась с ряженками, но все равно 10600K показывает себя очень хорошо. 72 фпса в среднем по бенчмарку выводят его на уровень Ryzen 5500. Все модели на Zen 2 ощутимо отстают. Заодно в норму пришел и Жор. 75 ватт потребляют и чиплетные шестиядерники от AMD. В одноядерном Far Cry 6 Core i5 чувствует себя просто королем. Высокий буст до 4.5 позволяет ему выдавать под 85 фпс по бенчмарку. Он практически дотянулся до чиплетного Ryzen 5600 на Zen 3, архитектура которого на 4 года новей. Все остальные недорогие шестиядерники на AM4 ощутимо отстают. С потреблением снова никаких аномалий. Те же 60 ватт, что и у половины Ryzen в тесте. В Last of Us старый Skylake удивил дважды. Первый раз с потреблением. Игра выжимает все соки из процессора, поэтому Жор шестиядерника временами уходит за сотню ватт. VRM платы здесь справляется на грани допустимого, греется до 95 градусов. Но зато Core i5 выкладывается на все 100 ватт. Игра отлично параллелится, и в ней Skylake оказался на уровне монолитного Ryzen 5500 на Zen 3, выдавая порядка 80 фпс в тяжелой панорамной локации. Но все-таки чиплетный Ryzen 5600 здесь ощутимо впереди. Урезание TDP до 95 ватт минимально сказывается на фпс. Процессор временами теряет 100 МГц частоты, но это совершенно незаметно в реальном геймплее. Так что для игр 10600К можно безболезненно зажать 95 ватт. Ну и напоследок еще пара игр, которые не тестировались на Ryzen. Гоночная Forza Horizon 5. На выкрученных руками максимальных настройках графики можно получить сотню кадров в секунду без фризов. Новые приключения Алана Вейка больше грузят в видеокарту, чем процессор. Поэтому и здесь, в тяжелой городской локации, можно увидеть за 90 фпс на ультрах в Full HD при потреблении процессора около 60 ватт. Подводим итоги. Спасибо жадности Intel, 1200 действительно обрел вторую жизнь. Сборка на i5-10600KF вместе с китайской платой на B560 обойдется примерно столько же, сколько и Ryzen 5 500 с хорошей материнкой на B550. Дешевые доски на A520 с четырьмя фазами шестиядерники AMD не тянут. При этом старый Skylake будет показывать себя лучше в однопоточных играх и на том же уровне в многопоточных. А также хорошо справляется с рендерингом видео, но немного проигрывает в рабочих задачах. Ну и кушает как не в себя. Напоминаю, 10600K и чиплетные Ryzen 4 500 и 5500 поддерживают только PCI-Express 3.0. Поэтому установка RTX 4060 или RX 7600 с порезанной до восьми линий шиной приведет к потере производительности вплоть до полутора раз. Видеокарты с 16 линиями будут работать без всяких проблем. При этом по апгрейду на будущее все козыря у AM4. Адекватный максимум для LJ1200 это Core i7-11700F за 18 тысяч рублей. Да, в рабочих задачах такая плата его не сдюжит. Потребление восьмиядерных Rocket Lake легко уходит за пару сотен ватт. Но вот в играх такой процессор можно упихнуть в сотню. К тому же на одиннадцатом поколении с B560 будет доступен разгон ОЗУ. Финальный босс на AM4 это восьмиядерный Ryzen 5 700 X3D, который стоит на пару тысяч дороже. Но при этом он из коробки не уходит за сотню ватт, а реальная производительность в играх оказывается на уровне топов двенадцатого поколения. Так что i7-11700F здесь в однозначных аутсайдерах. Если компьютер собирается для игр здесь и сейчас, и синие процессоры вам ближе к сердцу, i5-10600K за 8 тысяч рублей – неплохой выбор. За народный 12400 вместе с хорошей платой на B660 придется отдать минимум на пятерку больше. При этом с большинством среднеуровневых карт на PCI-Express 4 типа RTX 3060 разницы в играх между двумя этими процессорами вы не увидите. Если же нужны рабочие задачи и апгрейд в будущем – без вариантов. А AM4 остается безоговорочным лидером. Как и обещал, вот эту плату вместе с процессором мы разыгрываем в нашем Telegram-канале. Это еще не все. Мы разыгрываем там еще 32 гигабайта DDR5-6000 от XPG. Вот такую 4К веб-камеру. Вот такие наушники. Внешний SSD на полтерабайта. И две вот таких уникальных статуэтки от XPG. Видны их? В общем, переходите в нашу телегу. Ссылочка на конкурсный пост будет в описании. Жмите «Участвовать». И через неделю мы отправим все это победителям. На связи был МК. Меня зовут Михаил Крошин. Жду вас в телеге. Пока. Субтитры подогнал «Симон»